Здравствуйте! Я Татьяна Казакова. Приглашаю вас на свой мастер-класс, который пройдёт в рамках проекта Гранд-живопись Катамания, 22 мая в 19 часов московского времени. На этом мастер-классе мы будем писать шерсть. Шерсть котёнка, кошки. Но, как известно, шерсть животного, она сама по себе не растёт. Она обязательно растёт на животном. Поэтому в этом мастер-классе мы, конечно, напишем «Кота» и на нём шерсть. Научимся писать шерсть. Это вот рыжий котёнок по кличке Феникс. Что нам нужно для того, чтобы наш мастер-класс прошёл успешно? Так как на этом мастер-классе мы будем заниматься масляной живописью, то есть будем писать масло, поэтому нам понадобятся краски. Какие? Ну, во-первых, это белила. Белила титановые. Ну, у меня вот такой вот большой тюбик. Вам не обязательно покупать такой большой. Можно обойтись вот таким вот тюбиком масляной краски. Белила титановые. Производство, не важно чьё. Гамма, Питер, импортное белило. Не важно. Теперь цветные краски. Я вам советую приобрести цветные вот эти краски. Мастер-класс производства Санкт-Петербург. Какие это? Это вот караплак розовый прочный, кадми желтый светлый, ультрамарин светлый и марс коричневый темный прозрачный. Используя такой небольшой набор краски, мы получим все те цвета, которые нам будут необходимы для написания нашей картины. Ещё понадобятся кисти. Какие это кисти? Я в последнее время пишу синтетическими кистями. И поэтому советую вам тоже купить синтетические кисти. Так как размер холста небольшой, то поэтому самый большой размер кисти это вот двадцатка. Самый маленький четвёрочка. Кисти круглые. Самый большой четвёрка, маленький два нуля. Да, у круглых кистей есть такая нумерация. То есть вот единичка, а потом пошли нолик, два нуля, три. Вы можете проконсультироваться у продавца, она вам всё расскажет и покажет. И вы сможете купить там. Теперь кисть веерная, двоечка. Ещё желательно кисти из ушного ворса. Но если вам не удастся их купить, то обойдёмся тем, что есть. Дело в чём, что такие кисти некоторые магазины просто не закупают. Самый большой десятка, маленький двойка. Ещё нам понадобятся мастихины. Мастихин это вот такая вот изогнутая лопаточка. Их понадобится две штуки. Это четвёрка и сорок первый. Желательно, если вы будете покупать мастихины, желательно купить мастихин итальянский. Они очень хорошие. Если вы будете покупать китайские, они тоже бывают хорошие, довольно хорошие. У меня половина мастихинов итальянских, половина китайских. Но самое главное, при покупке мастихинов, будь то Италия или Китай, проверяйте вот этот вот кончик. Как он, хорошо гнётся или нет. У хорошего мастихина этот кончик должен гнуться. Слышите? И проверяйте вот это вот место тоже, чтобы он не болтался мастихин. И проверяйте ещё ручку, чтобы она не была треснутая. Такое иногда бывает. Так, по материалам всё. Ещё на чём мы будем писать? Писать будем на холсте. Холст размером 30 на 40. Холст уже загрунтованный. И для того, чтобы мастер-класс принёс наибольшую пользу, необходимо проделать небольшую подготовительную работу. То есть выполнить домашнее задание. Которое будет заключаться в том, чтобы на холсте нарисовать линейный рисунок этого котёнка. На сайте Котомания, на их страничке ВКонтакте, в конце концов, на моём сайте, можно будет скачать фотографию этого котёнка. Как цветную, так чёрно-белую. И ещё одну фотографию, о которой я сейчас расскажу. То есть вот цветная картинка, цветная фотография нам нужна будет для того, чтобы смотреть, какой цвет шерсти у котёнка, какой цвет глазиков у этого котёнка. То есть это нам нужно будет для того, чтобы мы получили цветную картину. Фотографию вы скачиваете. Потом, если вы захотите сделать цветное изображение, вы можете сказать печать этой фотографии, а можете воспользоваться планшетом, экраном телевизора или экраном монитора. Теперь нам понадобится ещё чёрно-белая фотография. Для чего она будет нужна? Она будет нужна нам, во-первых, для того, чтобы вы могли посмотреть, как же растёт шерсть кошки. Она же не везде одинаковая, правильно? Она растёт в определённом порядке. И вот на чёрно-белой фотографии этот порядок роста волос кошки будет хорошо виден. Это, мне кажется, лучше, чем на цветной. Потом вы... Ну, желательно, чтобы вы эту фотографию увеличили до размера холста. Вот видите? Вот этот вот нижний размер, это 30 сантиметров. Она немножечко короче, чем высота холста. Но всё изображение котёнка вот здесь вот. Я это изображение распечатала на листе формата А4, а потом просто склеила. Вырезала и склеила. Вы можете вот этим изображением воспользоваться для перевода рисунка на холст. А можете воспользоваться вот таким вот линейным рисунком, который тоже будет вот загружен на сайты. Самое главное, чтобы вы, когда увеличили вот это вот изображение, его не напечатали на ватманской бумаге, на плотной. Это желательно сделать на тонкой. Для того, чтобы, если вы воспользуетесь копировальной бумагой, вам было проще. А теперь давайте посмотрим, как я переводила это изображение на холст. Для перевода рисунка на холст я использовала копировальную бумагу, которую закрепляла на холст с помощью малярной ленты. Малярную ленту нужно обязательно заводить на обратную сторону холста, иначе она может отклеиться, и калька у вас ползет. И тогда вы можете получить просто необведенные участки. После того, как вы тщательно закрепили кальку на поверхности холста, вы накладываете увеличенное изображение в размер холста и начинаете его обводить. При обводке, я обычно при обводке начинаю с глаз животного. Намечаю зрачки, глаза, потом перехожу к носику. После этого к рту. И затем верхнюю часть головы намечаю и обвожу уши. Когда вы обводите уши, следите за тем, чтобы вот кончики ушей, кончики крепления их головы были примерно на одном уровне. Проверяйте это обязательно. А то иначе получится, что у вас одно ухо выше, другое ниже, и это будет заметно. После ушей обводим мордочку, подбородочек и щечки. Когда вы обводите внешний контур головы, не обязательно следовать за рисунком шерсти. Можно это сделать общее, потому что все равно, когда вы будете писать шерсть кошки, вы это все сделаете так, как надо. После того, как вы завершили обводку, открепляем копировальную бумагу и изображение от холста. Убираем в сторону и начинаем обводить. Обводим изображение тушью, но тушью не прямо из пузырька, а вначале мы ее разводим. Для обводки я использую вот такую перьевую ручку. Ее можно купить в магазине художественных товаров. Там продаются и ручки, и перышки такие. Если вы нанесли очень жирный такой слой туши, ее можно просто промокнуть тряпкой. Аккуратно обводите, следите за тем, чтобы не было пропущенных, вот, калькированных линий. При обводке, опять же, надо уточнять рисунок, смотреть вот эти вот самые значимые точки, где там переход щек в переднюю часть мордочки, идет крепление ушей к голове. Все это мы проверяем. Если вы сделали какие-то неверные линии, то не огорчайтесь. Они потом очень легко удаляются влажной тряпкой. Если даже при удалении у вас на поверхности холста останутся размазанные такие линии, тоже беспокоиться не стоит. Они потом у нас запишутся краской, и все будет хорошо. Для обводки можно использовать еще и маркер черный или синий. Самое главное, чтобы на нем была надпись, что он перманент и не очень толстый кончик. Очень хорош для обводки маркер для нанесения надписи на CD-диске. Получилось вот такой вот холст. Теперь второй этап. Этот холст нужно покрыть имприматурой. Те, кто впервые слышит это слово, не пугайтесь. Ничего страшного тут нет. Имприматура это просто означает первый слой краски, который мы наносим на загрунтованную поверхность. Вот здесь вот видно вот эта вот имприматура. Она тонкая, через нее просвечивает рисунок. Как я делала имприматуру, мы сейчас можем посмотреть. Имприматура делается очень легко. Для этого на палитру нужно выдавать небольшое количество красок. На рисунке в правом углу экрана видно, сколько красочек. Правда, на моем рисунке есть белила, вам их не надо выдавливать. То есть, все четыре краски. Красная, синяя, желтая, коричневая. Потом берете свою самую широкую кисть, обмакиваете ее в разбавитель, берете какую-нибудь красочку и быстренько-быстренько наносите на поверхность холста. Потом этой же кистью снова ее обмакиваете в разбавитель и на этот раз вы ее обмакиваете в другую краску. У вас смешивание краски происходит уже непосредственно на поверхности холста. Работать кистью надо быстро. В ролике вы видите оригинальную скорость, с которой я работаю. Это не убыстренная съемка, это оригинальная съемка. Работать надо быстро. Почему? Потому что разбавитель испаряется и работать, если разбавитель испарился, работать с краской становится сложнее. Потом берете тряпку, несколько раз ее сворачиваете и начинаете чуть-чуть вытирать. Вначале я вытирала, а потом использовала как бы смахивающие такие движения. Вы просто смахиваете как бы излишки краски. Если вы где-то перетерли, вы кисть обмакиваете в краску и наносите краску на поверхность холста. Потом снова начинаете разравнивать этот вот слой. Вот сейчас видно, как я не просто размахиваю, а как бы стряхиваю излишки краски с поверхности холста. У хозяйки должны знать разницу между стряхиванием и вытиранием тряпкой. Сейчас я уже начну вытирать краску с холста, не выходя за границы котенка. Вот так вот делается имприматура для этого котенка. Теперь холст надо отставить в сторону примерно на сутки. И на следующий день можно поработать уже спокойно по этому высохшему слою. Можно, конечно, время сократить, но тогда у вас есть вероятность того, что слой не подсох и краски будут смешиваться. Для чего нам нужна эта имприматура? Во-первых, этот слой краски он сразу задает цветовую гармонию картины. Мы начинаем писать не на белом холсте, а уже на холсте, покрытым краской. И даже если мы вот этот вот фон не будем больше прокрашивать, не будем накладывать никакие слои краски, мы можем спокойно начать писать этого котенка. То есть имприматура уже у нас работает. Вот сзади меня находится вот картина, хранитель. Здесь я вначале сделала вот этот вот фон, который состоит из нескольких слоев вот этих вот тонких, имприматурных. А потом просто написала вот этого кота, деревья и все. Остальное уже не... ничего вот здесь вот не делает. Понимаете? и как раз вот этот вот цветовой строй картины, цветовой фон, он, ну, будем сказать, он уже создал вот эту вот картину. Я даже не знаю, как ее по-другому можно было бы написать. и так, вернемся к нашему котенку. Итак, вот с таким вот холстом мы будем начинать наш мастер-класс. В середине этого мастер-класса, после того, как мы поработаем красками, у нас получится вот такое вот изображение. Грубоватое, незаконченное. Шерсть у нас на котенке как бы плюшевая. Вот. Но что я хочу сказать? Что уже и в таком виде вот эта картина смотрится. Как я работаю над картинами? Я на каждом этапе всегда стремлюсь к тому, чтобы картина уже была как бы закончена. То есть, вот смотрите, вот. Даже если я ее сейчас вот отставлю в сторону, да, не буду ничего тут прописывать, можно сказать, что картина уже состоялась. И если я ее, если я решу, что да, больше я шерсть не буду прописывать, я единственное, что вот здесь вот нарисую усики, там бройки, вот здесь вот небольшие волосики, которые бывают у котов. И все. И она уже готова. Но, как правило, я на таком этапе не останавливаюсь. Почему-то мне хочется, чтобы шерсть у кота была пушистой, чтобы его захотелось погладить, потому что коты, они этим и отличаются, что они такие мягенькие, хочется их потискать, погладить. Поэтому я в своих работах стремлюсь к тому, чтобы сделать кота пушистым. И мы с вами на моем, на нашем мастер-классе этому будем учиться. Еще раз напоминаю, что мой мастер-класс состоится 22 мая в 19 часов по московскому времени. Для того, чтобы принять бесплатное участие в этом мастер-классе, надо зарегистрироваться на сайте Гранд Живопись Катамания, пройдя по ссылке, которую вы видите внизу экрана. Вы по этой ссылочке проходите, выходите на сайт Гранд Живопись Катамания и видите, что там нужно ввести свое имя в одно окошечко, во второе окошечко адрес вашей электронной почты и нажать на кнопку «Я принимаю участие». Все. Эта ссылка, если вы смотрите ролик на Ютубе, она находится внизу под экраном. Вы можете прям по ней непосредственно тоже выйти на сайт и зарегистрироваться. Ну, вроде бы, все. До встречи 22 мая в 19 часов. Ваша Татьяна Казакова. Продолжение следует...